Так, ну что же, коллеги, давайте мы приступим к нашему семинару. Я надеюсь, меня видно и слышно. Значит, сегодня тема нашего семинара... Так, какие-то вопросы... Да, видно и слышно, очень хорошо. Значит, тема нашего семинара сегодня – квалификация компании Cisco Systems, которая называется Cisco Certified Networks Professional по специализации Routing Switching. Соответственно, тут информация об авторе, то есть обо мне. Вот. Ну и на этом слайде перед вами представлена логическая схема система повышения квалификации, которую разработала компания Cisco Systems. Несмотря на то, что здесь пять ступеней, на самом деле реально их существует три. Самая младшая – Associate, средняя – Professional и наиболее старшая – привлекательная – это Expert. Соответственно, каждая из этих трех уровней имеет свои собственные специализации. Мы с вами будем рассматривать специализацию, которая называется Routing Switching. Кроме специализации Routing Switching существуют еще специализации безопасность, существуют специализации IP-телефонии, существуют специализации сервис-провайдер, существуют специализации дата-центр, наверное, даже есть еще какие-то специализации, которые я упустил. Но самое главное, какую бы специализацию для себя вы не выбрали, все равно основа для вас остается специализация Routing Switching, потому что специализация Routing Switching отвечает за направление, которое называется Connectivity. Прежде чем вы сделаете вашу сеть безопасной, в вашей сети все адреса должны иметь возможность пингать друг друга. Вот за это, собственно, отвечает специализация Routing Switching. В направлении Routing Switching специалист CCNA получает статус в том случае, если у него есть знания в объеме курсов ICND1, ICND2, и он успешно сдает соответствующий тест. Таких специалистов в России достаточно много стало, и поэтому данная специализация, могу вам сказать, сейчас в России не слишком ценится. Если вы хотите получить хорошую работу, ваша специализация как минимум должна быть профессионал. Для того, чтобы получить специализацию профессионал, вы должны быть CCNA по направлению Routing Switching, плюс вы должны иметь знания в объеме трех курсов. Первый курс называется Road, и обеспечивает вам знания по динамическим протоколам обмена маршрутной информации. Дальше мы их будем называть протоколами маршрутизации, хотя это не совсем точно. Второе направление это Switch, это конфигурация маршрутизаторов третьего уровня. И, наконец, третье направление, траблшутинг, выявление и устранение проблем, возникающих в сетях. Вот вы должны иметь знания в объеме этих трех курсов, и сдать должны три соответствующих экзема. После этого вы получаете квалификацию Professional, с этой квалификацией вы можете обращаться в компанию и предлагать себя в качестве сотрудника на работу инженера по эксплуатации телекоммуникационных сетей. Соответственно, в курсах ICND1 и главным образом даже ICND2 изучаются современные протоколы маршрутизации, такие как EIGRP, OSPF, соответственно, и даже есть некоторые зачатки изучения протокола BGP. Однако, знания, которые даются в курсе ICND2, для того, чтобы работать с такими роутинг-протоколами, совершенно недостаточно. И, собственно, в этой презентации я вам постараюсь это объяснить и доказать. Прежде всего, какие новые знания и умения вы получите, если вы будете посещать курсы компании Cisco Systems, Road Switch и Troubleshoot, ну или будете сами изучать материалы Cisco, допустим, на сервере, но по этим трем направлениям. Прежде всего, вы получите знания об особенностях работы динамических протоколов обмена маршрутной информацией. Изучаются в данных курсах следующие протоколы. Enhanced IGRP, proprietary protocol компании Cisco Systems, стандартный протокол OSPF, соответственно, и стандартный протокол BGP. При этом сразу хочу вам сказать, что, несмотря на то, что BGP протокол стандартный, он от начала и до конца разработан компанией Cisco Systems и этой компанией был стандартизован. Вот. Вы, соответственно, получите знания по обмену маршрутами между разными протоколами, по управлению маршрутами, то есть по фильтрации маршрутов, по суммированию маршрутов, получите знания по борьбе с петлями на уровне 3, вы узнаете, как можно обойти таблицу маршрутизации, то есть изучите механизм, который называется Policy Based Routing и другие возможности по обходу таблицы маршрутизации. Научитесь переходить достаточно безболезненно с протокола IP версии 4 на протокол IP версии 6. Ну и кроме того, получите знания о том, как в routing протоколах предотвращать атаки, которые называются человек в середине, non-in-middle. Вот. Это что касается курса Route. В курсе Switch вы узнаете, как работают, что умеют и чего не умеют современные коммутаторы третьего уровня компании Cisco Systems. Узнаете, как построить сеть с вероятностью отказа, как вот здесь показано, почти что 3 девятки после нуля. Вот. Это требование компании Cisco Systems. Узнаете, в чем состоит разница между физическими и логическими интерфейсами третьего уровня коммутаторов компании Cisco Systems. Специально это подчеркиваю. Практически компания Cisco Systems единственная из телекоммуникационных компаний, которая позволяет L3 интерфейс настроить как на физическом уровне, так и на логическом уровне. Остальные компании, насколько мне известно, используют только логические L3 интерфейсы. Вот. Определите, где заканчивается работа Spanning 3 протокола в кампусной сети и начинается работа протоколов, которые носят общее название First Hall Predantancy Protocols, FHRP протоколы. И самое главное, поймете, как их заставить работать совместно, так, чтобы они не мешали друг другу. При этом, имея в виду, что Spanning 3 протокол работает на канальном уровне, и FHRP протоколы на сетевом. То есть, они, вообще говоря, друг друга не замечают. Ну и, наконец, научитесь находить проблемы в конфигурациях и, собственно говоря, эти проблемы устранять. Поймете, в чем практическая разница в работе протоколов, работающих на контрольной плоскости для протоколов IPv4 и IPv6. Ну а теперь несколько более подробной информации о том, что вы нового узнаете в курсе RAW. Соответственно, по протоколу EAGRP. Протоколы EAGRP изучаются в курсе ICND2 и в курсе RAW. Что есть по протоколу EAGRP в курсе RAW, чего нет в ICND2? Прежде всего, вы узнаете, как настраивать EAGRP в сетях, которые имеют топологию Non-Broadcast Multi-Access. Это сети, которые работают на технологиях X25, FrameRelay и IT. Там есть особенности работы. Если их не знать, у вас EAGRP просто работать будет некорректно. Научитесь работать с таблицей топологии протокола EAGRP. Соответственно, это вам позволит выбирать маршруты не так, как захочет сам маршрутизатор, а так, как нужно вам. изучите влияние таких параметров, как пропускная способность BANDRIS и дилей в протоколе EAGRP на выбор маршрута. Научитесь работать с так называемыми конечными сетями, которые по-английски называются StubNetwork и посмотрите различные разновидности StubNetwork в протоколе EAGRP. Сразу хочу сказать, что StubNetwork есть в протоколе EAGRP и в протоколе VSPS, только они в этих протоколах работают совершенно по-разному. Вот. Изучите алгоритм, который используется в протоколе EAGRP. Этот алгоритм называется Diffusion Update алгоритм и научитесь понимать, когда у вас может возникнуть ситуация, которая называется StagInnective, то есть застывание маршрута в таблице топологии в статусе активных. И, соответственно, поймете, как с этим можно бороться. Изучите, как суммируются маршруты в протоколе EAGRP, поймете плюсы суммирования, но и не только плюсы, но и минусы суммирования. Ну, кроме того, научитесь распределять нагрузку в протоколе EAGRP. Все рутинг-протоколы распределяют нагрузку по линкам, которые имеют одинаковую метрику маршрут. Протокол EAGRP это единственный протокол, который умеет распределять нагрузку на маршрутах, имеющих разные метрики. Ну, и, наконец, вы изучите новую разновидность протокола EAGRP, так называемый именованный EAGRP протокол, когда вы в одном протоколе можете заставить его поддерживать и EIPV4, и EIPV6. Стандартно для EIPV4 один EAGRP, для EIPV6 другой EIPV6. Бывает ситуация, когда вам требуется один EIPV4, EIPV6, и для EIPV6, и еще для маршрутизации меток. В этом случае приходится использовать именованный EIPV6 протокол. Ну и вот здесь я вам привел слайд, на котором показана особенность работы протокола EAGRP в NBMA сетях. Если у меня в данной топологии интерфейса S00 всех маршрутизаторов, на них настроен канальный протокол FrameRelay, то в обычном случае, если я здесь настрою EAGRP, то вот этот маршрутизатор, вот этот маршрутизатор, они связаны друг с другом через вот этот маршрутизатор. Каждый из трех маршрутизаторов будет объявлять свои маршруты вот этому маршрутизатору. Но этот маршрутизатор маршруты первого, второму и третьему объявлять не будет. Аналогично маршруты второго, первому и третьему объявляться не будут. Соответственно маршруты третьего не будут объявляться ни на первый, ни на второй. Если не принять специальных мер, протоколе ей g это особенность работы ей g rp протокола таким образом он борется с петлями вот если это не побороть вы получите вот такую еще раз нет фрейм реле это канальный протокол такой же как протокол айзер нет такой же как протокол и пипи такой же как протокол я джин ты раньше они применялись и сейчас они применяются реже но все равно применяется есть фрейм реле сети есть и тем сети соответственно до сих пор даже есть еще x25 сети вот соответственно если вы будете работать с сетями которые поддерживают технологии мплс то в мплс сетях также можно применять протокол ей g rp и все зависит от того какие мплс сети вы применяете у вас могут быть мплс vpn и работающие на сетевом уровне как показано на этом слайде и могут быть мплс vpn сети работающий на канальном уровне и в том и в другом случае для обмена маршрутами можно использовать ей g rp протокол но только его нужно использовать по разному в первом случае вам придется устанавливать ей g rp сессии с маршрутизаторами сервис провайдера во втором случае вы можете устанавливать ей g rp сессии между своими собственными маршрутизаторами ваш мплс l2 vpn домен будет для этих маршрутизаторов прозрачен это что касается протокола ей g rp особенность протоколу ей g rp состоит в том что это проприетарный протокол никакие вендоры кроме компании сиска систем с его не поддерживают в отличие от ей g rp о spf это протокол стандарт соответственно этот протокол также изучается в курсе и синить и 2 но здесь я вам расскажу что вы узнаете в курсе роут чего нет в курсе айси indi 2 ну во первых преимущество использования этого протокола перед протоколом ей g rp прежде всего два преимущества основном одно преимущество это то что протокол стандартный поэтому в вашей сети могут маршрутизаторы компании сиска систем с работать вместе с маршрутизаторами например компаний холл ей g rp так не получится холл и никакой ей g rp поддерживать не будет ну и второе основное преимущество если у вас работает механизм который называется им пели с трафик инженеринг а это единственный механизм который позволяет распределять нагрузку пропорционально пропускной способности канала связи все остальные механизмы позволяют делить нагрузку носить на каналы только пару пополам на 3 сколько каналов но пора а вот если у вас есть три канала в одном 128 килобит в секунду другом 2 мегабита в третьем 100 мегабит в секунду то распределить нагрузку пропорционально пропускной способности канал позволяет только один механизм пели с трафик инженеринг для того чтобы им пели с трафик инженеринг у вас заработал в вашей сети должен работать либо протокол успf либо протокол айсайз но айсайз это в общем аналог успf ей g rp этого делать не умеет соответственно вы научитесь использовать настраивать протокол успf в сетях с разной топологии протокол успf поддерживает пять типов топологии братка с нон-бродка с мультиаксис point to point point to point to multipoint point to point нон-бродка с ну вообще говоря даже есть шестая которая по умолчанию но в бэк интерфейс от настраивается вот соответственно все эти топологии настраиваются на маршрутизаторах по разному и работают по разному соответственно научитесь работать с базой данных протокола успf надо отметить что базов данных протокола успf значительно сложнее чем таблица топологии протоколу ей g и работ с ней сложнее вот научитесь работать с протоколом успf на быстрых канал дело в том что когда разрабатывался протокол успf максимальная пропускная способность каналов связи было 100 мегабит всего исходя из этого в протокол успf заложили форму для расчета метрики маршрут когда появились быстрый канал то оказалось что метрика до 100 мегабитного гигабитного и 10 гигабитного каналов одинаково равняется единице а это как вы понимаете неправильно как ситуацию исправить изучается курсе вот научитесь обеспечивать суммирование маршрута фильтрацию маршрута в протоколе успf это очень важно успf такой сложный получился потому что он достаточно гибко умеет суммировать и фильтровать маршрут вот но как-то делать изучаются в курсе роут изучите особые области в протоколе успf стабы я вам говорил что в ей grp есть тоже стабы но это совсем не то что в успех кроме стабы ри есть тоталиста бери есть но со 100 бери и есть тотали но со 100 бери это все особые области вы узнаете в каких ситуациях их применять в чем их достоинства и недостатки соответственно ну и наконец в протоколе успf как и в ей grp есть возможность использовать один единственный протокол для поддержки и ай пиво 4 и ай пиво 6 главным образом это нужно когда вы настраиваете успев в империи с сетях соответственно протоколу успf отличается от протокола ей grp тем что в протоколе успf нет такого понятия как маршрут как апдейт до апдейт эту маршрут вот в протоколе успf понятия маршрута не существует протоколе успf существует понятие link state advertisement потому что протоколе успf в успf область входят не маршрутизатора его канал link вот и вот этих самых или сэйф существует несколько типов они здесь представлены 1 2 3 4 5 вот соответственно вы узнаете где они формируются и как их надо правильно использовать соответственно здесь показаны стаб и тот или стаби area которые можно настраивать в протоколе успf это тоже очень полезный и важный элемент которым в общем очень полезно пользоваться соответственно следующий элемент который вообще не изучается в курсе и синди это процедура обмена маршрут но по английски обмен маршрутами называется редистрибуции маршрут необходимость в редистрибуции маршрутов возникает тогда когда у вас в вашей сети используется не один раутинг протокола несколько такая ситуация возникает достаточно часто например если вы подключаетесь к нескольким сервис провайдером в этом случае на ваших маршрутизаторы должен поддерживаться протокол джипи по-другому вы нескольким сервис провайдером не подключитесь и кроме того в вашей сети должен работать какой-нибудь протокол внутренний в spf или и g если это так то значит вы должны уметь организовывать три дистрибуции маршрутов между этими протоколами при этом если у вас реализуется редистрибуция маршрутов вы с большой долей вероятности можете получить петлю на уровне 3 соответственно как бороться с петлями третьего уровня также изучается в курсе рот если вы организуете редистрибуцию маршрутов то при обмене маршрутами из одного протокола в другой метрика маршрута автоматически не переносится соответственно метрику маршрута вы должны назначать руками вы узнаете как это делать и какие метрики нужно присваивать редистрибутируемый маршрут соответственно ну а способах борьбы с петлями существует по большому счету два способа борьбы с петлями явный способ это фильтрация явная маршрутов и неявный способ который гораздо более удобен чем явный вот в чем разница и где какие способы применять вы узнаете из этого курса кроме того в этом же курсе вы узнаете способы работы с маршрутами такие как использование префикс листов и маршрутных карт а вот с помощью этих инструментов можно с успехом фильтровать различные маршруты но иногда для боль для борьбы с петлями фильтрации только одной фильтрации маршрутов недостаточно иногда приходится еще манипулировать административной дистанцией вот эти все моменты мы с вами в курсе роу будем изучать вы поймете где когда какие способы борьбы с петлями нужно применять но вот здесь вот представлены различные типы редистрибуции соответственно редистрибуция может осуществляться из одного протокола в другой протокол на одном маршруте за может осуществляться взаимная редистрибуция из одного протокола в другой из другого в первый но тоже на одном маршруте за а может осуществляться не на одном а на нескольких маршруте за вот собственно говоря самые опасные ситуации вот если у вас взаимная редистрибуция на двух и более маршруте заторах вы с высокой вероятностью получите петлю на уровне 3 и вы должны уметь эти петли обнаруживать и побеждать в курсе роут это все изучается соответственно один из способов обойти таблицу маршрутизации например в таблице маршрутизации написано что ваши пакеты должны ходить через маршрутизатор и ради на вам нужно чтобы они ходили через маршрутизатор 2 соответственно для этого используется механизм который называется полисик бей струк это первый механизм и второй механизм это использование протокола биджи и те и тот и другой инструменты позволяют вам по сути дела обеспечить маршрутизацию по правилам не потому что канал высокопроизводительный пакеты у вас пойдут через маршрутизатор r1 а потому что вы так захотели другого объяснение нет я хочу чтобы мои пакеты ходили так вот это и называется полиси боистра у тинг именно так работает протокол биджи тем разница между полиси боистра у тингом и протоколом биджи особенность полиси боистра у тинга состоит в том что для маршрутизации используются не адреса получать адреса источников полисы boast ходки а вот соответственно вы узнаете как в каких случаях полиси боистру кинг может быть полезен вы узнаете как его сконфигурировать ну кроме того полисе боестру у тинг статический способ управления маршрут а вы можете настроить динамический способ управления маршрутами с помощью протоколы, которые называются Service Level Agreement Protocol IP-SLA ну и собственно вы научитесь IP-SLA для выбора пути конфигурировать соответственно другой способ использования маршрутизации по правилам это протокол BGP в данном курсе вы узнаете когда надо пользоваться протоколом BGP, а когда протоколом BGP пользоваться не надо совсем не всегда надо пользоваться протоколом BGP вообще говоря, компания Cisco Systems формулирует, что протокол BGP надо использовать только в одном случае, когда без него нельзя обойтись и если без него обойтись можно, то лучше обходиться без него вы узнаете в чем разница между internal BGP и external BGP соответственно вы узнаете как строятся в протоколе BGP таблицы соседей как строятся таблицы, которые так и называются BGP таблицей и соответственно как маршруты из BGP таблицы попадают в таблицу маршрутизации и обратно В ICND 2 ничего такого нет в том смысле, что там показано одно единственное как выполнить минимальные конфигурации для того, чтобы у вас протокол BGP заработал об BGP вообще ни слова не говорится вот соответственно как взаимодействовать между собой таблицей маршрутизации и BGP таблицы там ничего не говорится а это очень важно потому что в особенности это касается и BGP протокола может так оказаться что маршрутизация по BGP у вас просто работать не будет вот соответственно узнаете правила выбора пути для пакета протоколом BGP и использования его атрибутов для этой цели ну соответственно я вам сказал что протокол BGP это policy based routing протокол поэтому никаких характеристик канала он для определения наилучшего маршрута не использует в протоколе BGP понятие метрики отсутствует соответственно для выбора наилучшего пути протокол BGP использует специальные параметры которые называются атрибутами протокола BGP вот как они работают как с ними работать как они используются все это в курсе соответственно root изучается ну и наконец как и для WSPF и для EGRP вы узнаете как применять протокол BGP одновременно и для IPv4 и для IPv6 это так называемый MPBGP теперь следующий а ну вот на этом слайде показано собственно говоря когда надо использовать и когда BGP и когда его использовать не надо соответственно первое когда его надо использовать если вы подключились больше чем к одному сервис провайдеру в этом случае протоколом BGP пользоваться надо то есть когда ваша автономная система является мультихомп то есть когда выходы из вашей автономной системы не один а несколько ну второе когда им надо пользоваться если вы работаете в компании сервис провайдера тогда только BGP и ничего другого ну и наконец если в вашей сети нужно использовать маршрутизацию по правилам например определенный трафик я посылаю на спутник а какой-то трафик я посылаю в оптоволоконный наземный канал вот это и есть полисер соответственно в этом случае тоже BGP крайне полезен ну и наконец самое главное что вы узнаете когда не надо использовать протокол BGP вот соответственно его не надо использовать если вы работаете в одной автономной системе то есть сервис провайдер у вас один вот соответственно второй когда не надо использовать протокол BGP если ваш пограничный маршрутизатор имеет большую нагрузку на процессор на память в этом случае протокол BGP его скорее всего положит ну и самое главное не надо пользоваться протоколом BGP если вы не знаете как в протоколе BGP фильтруются маршруты и если вы не знаете как протокол BGP выбирает наилучший путь в противном случае вы создадите либо петлю либо положите свой маршрутизатор от того что он от сервис провайдера слишком много маршрутов принято а опасность петли в протоколе BGP состоит в том что если вы создали петлю в SPF то это ваша проблема а если вы создали петлю в протоколе BGP то это проблема всего интернет потому что в интернете работает BGP и поэтому ваша петля может влиять не только на вас но совсем на ни в чем не виноватых пользователей из других компаний вот при этом протокол BGP с моей точки зрения один из самых сложных протоколов поэтому если вы хотите научиться работать с протоколом BGP по-настоящему то курса роут вам будет недостаточно вот на этом слайде я привел специально элементы протокола BGP которые в курсе роут не рассматриваются вообще говоря если вы хотите научиться работать с протоколом BGP то у компании Cisco Systems есть специальный курс который называется BGP версии 4.0 вот в нем более-менее протокол BGP рассматривается подробно вот не рассматривается целый набор атрибутов в курсе роут origin атрибут не рассматривается community атрибут не рассматривается не рассматривается способ суммирования маршрутов в протоколе BGP а если их не уметь суммировать то в интернете вы можете создать такое количество маршрутов что загнется самой мощной маршрутизатор вот не рассматриваются такие механизмы как роут рефлектор не рассматриваются такие механизмы как конфедерации не рассматриваются пиргруппы все это очень сильно усложнит вам конфигурацию BGP если вы этих вещей не знаете и работать с ними не умеете соответственно в данном случае в данном в курсе роут не рассматриваются способы ускорения работы протокола BGP надо отметить что по сравнению с OSPF и E и GRP BGP протокол относительно медленный после того как изменилась сетевая топология его таблица маршрутизация сходится медленно медленнее чем в OSPF и в E и GRP если вы хотите чтобы его таблицы маршрутизации сходились быстрее нужно использовать специальный механизм который называется Bidirectional Forward Detection BFD который позволяет BGP как мне говорили использовать даже в сетях дата центров а там время сходимости требуется очень быстро вот не будете вы изучать специальный механизм который в протоколе BGP называется Flap Damping который позволяет повышать стабильность BGP сети который автоматически из BGP выбрасывает линки которые флапятся то есть переходят периодически то лап то в даун вот ну и не будете изучать некоторые дополнительные возможности такие как Local AS Remove Priot AS Attribute Map то есть есть достаточно много особенностей протокола BGP которые в курсе Road не изучаются кроме собственно маршрутизации в протоколе BGP ой извиняюсь в курсе Road изучаются еще два дополнительных механизма первый механизм называется NAT Virtual Интерфейс если вы с ICND2 работали то вы с этим интерфейсом уже сталкивались стоит на интерфейсе написать IPNAT Inside или IPNAT Outside как у вас образуется NVI логический интерфейс вот собственно для чего используется NVI интерфейс изучается в курсе Road ну и как я уже говорил в данном курсе изучается процедура аутентификации протоколов EGRP OSPF и BGP включение этих процедур позволяет вам гарантировать защиту от атак типа человека в середине то есть хакер вам ложные маршруты внедрить не сможет но на этом слайде показано для чего используется NAT Virtual Интерфейс если вы используете NAT Virtual Интерфейс в этом случае вам не надо делить интерфейсы на Insight и Outside Вы на всех интерфейсах можете просто написать IP NAT и Neighbor соответственно NAT Virtual интерфейс сам определит кто Insight и кто Outside то есть конфигурация процедуры трансляции адресов таким образом существенно упрощается это что касается курса Road теперь курс Switch что в нем нового ну там подробно изучается трехуровневая иерархическая модель сети масштаба Campus ну то есть по сути дела сети построенной на коммутатор изучается работа коммутаторов на уровнях 2 и 3 изучается использование таблиц которые коммутатор строит КАМ таблицы ТКАМ таблица изучаются процедуры процесс свитчинга фас свитчинга и ЦИСК экспресс фарвард важный элемент изучаются так называемые SDM темплейты вы можете с помощью SDM темплейтов перераспределять ресурсы коммутатора на конкретные какие-то механизмы например по умолчанию полисей бейст роутинг на коммутаторах третьего уровня не включен но используя SDM темплейт можно эту процедуру включить научитесь конфигурировать не только Cisco Discovery протокол но и его стандартный аналог протокол LDP соответственно будем мы с вами изучать как работает VTP протокол как настроить DHCP на коммутаторах уровня 3 как настроить DHCP рилей причем сделать это и для IPv4 и для IPv6 будем рассматривать как распределяется нагрузка на айзер ченнел на интерфейсах которые включены в айзер ченнел будем настраивать айзер ченнел на уровне 2 и на уровне 3 кроме того мы будем изучать современные версии спанинг 3 протокола такие как рэпид спанинг 3 и мультипл спанинг 3 протокола будем изучать механизмы портфаст бипедивы фильтр root guard loop guard unidirectional link detection ну и самое главное не самое интересное с моей точки зрения что в спанинг 3 есть это как обойтись без протокола спанинг 3 спанинг 3 протокол конечно хороший но тем не менее он периодически глючит и вызывает петли на канальном уровне соответственно для него сейчас разработана альтернатива которая называется flexlink ну соответственно на этом слайде я вам пример привел стандартный пример кампусной сети трехуровневая иерархия коммутаторы access коммутаторы distribution и коммутаторы уровня core вот но здесь показаны вот эти вот механизмы о которых я вам говорил портфаст gpdu guard loop guard root guard это механизмы которые защищают спаминг три протокола но при этом они его защищают не только от злобных хакеров но они его защищают от всевозможных отказов ошибок баг в ивос релизах вот поэтому использовать их надо ну а здесь показан механизм flexlink соответственно в данном механизме у меня имеется основной интерфейс и имеется резервный интерфейс соответственно резервный интерфейс включается при отказе основного интерфейса главное достоинство flexlink это минимальное время переключения компания cisco systems утверждает что переход на резервный канал во flexlink происходит за время меньше 50 миллисекунд никакой спаминг 3 вам такое время переключения никогда не обеспечит flexlink это проприетарный нет flexlink это стандартный протокол да это стандартный протокол отличие его от спаминг 3 протокола только в одном состоит спаминг 3 протоколе я могу распределять нагрузку то есть я могу использовать одновременно оба линка если один отказал весь трафик уходит на другой в flexlink я не могу использовать оба линка работает один второй включаются только при отказе первого вот вся разница соответственно мультипл спаминг 3 протокол вам понадобится в том случае если у вас по необходимости в компании используется много вилан в этом случае у вас запустится столько спаминг 3 протоколов сколько у вас вилан если вилан очень много то спаминг 3 протоколов может оказаться настолько много, что ваш процессор вашего коммутатора загрузится на 100%. В этом случае вы можете перейти на Multiple Spanning 3 протокол, который позволяет в один Spanning 3 поместить несколько VLAN. Кроме того, вы узнаете разницу между InterVLAN роутингом и IP роутингом на коммутаторах уровня 3. То есть вы поймете, в каких случаях мне нужен физический интерфейс коммутатора настроить как интерфейс 3 уровня, а в каких случаях мне нужно настроить интерфейс VLAN. То есть настроить Switch Virtual Interface, а физический интерфейс заставить работать на уровне 2. Научитесь безопасно подключаться к серверу точного времени в кампусной сети. Узнайте, как работают протоколы Span и R-Span. В данном случае эти протоколы Spanning 3 никакого отношения не имеют. Это просто одинаковое словосочетание. На самом деле абсолютно разные протоколы. Соответственно, научитесь конфигурировать протоколы из группы FHRP. В ICND версии 2 изучается только HSRP. И группы HSRP, кроме FHRP, кроме группы, кроме протокола HSRP входят еще GLBP, проприетарный протокол компании Cisco Systems, и VRRP, стандартный протокол, который поддерживает все вендоры. Соответственно, научитесь их конфигурировать, научитесь включать аутентификацию, научитесь включать трекинг этих протоколов. Ну и вот здесь, собственно говоря, я вам привел пример. В частности, если у меня коммутаторы третьего уровня подключены к коммутаторам уровня 2, в этом случае на физическом уровне, на коммутаторах, я не могу включать L3 интерфейс. Я вынужден включать свитч виртуал интерфейс. А вот если у меня коммутаторы третьего уровня соединяются друг с другом, в этом случае я могу поднять на физических интерфейсах уровень 3. В этом случае здесь мне Spanning 3 протокол уже будет не нужен и жить мне станет гораздо проще. Соответственно, для чего используются Span и Remote Span? Для того, чтобы вы могли перехватывать трафик, который идет от любого отправителя к любому получателю через коммутатор и отправлять его на какой-нибудь снифер, на анализатор протокола, и смотреть, какой трафик, собственно говоря, идет между отправителем и получателем. Вот. С моей точки зрения, одно из очень важных вещей, которые вы узнаете в курсе свитч, как между собой должны взаимодействовать канальный Spanning 3 протокол и сетевой HSRP, VRRP, GLBP. Дело в том, что каждый из этих протоколов выбирает основной канал и резервный. Трафик отправляет по основному каналу, резервный включается только в случае отказа основного канала. И если на уровне 2 и на уровне 3 эти вещи не согласованы, то ваш L3 трафик попытается пойти по каналу, который Spanning 3 протоколом заблокировал. И работать у вас ничего не будет. Это весьма важный момент. И это всегда приходится в кампусной сети согласовывать. Соответственно, вы узнаете, в чем преимущество использования протокола GLBP. А самое главное, что вы узнаете, это как GLBP, HSRP, VRRP протокол распределяет нагрузку в том случае, если у вас есть несколько каналов. Потому что может так оказаться, что никак нагрузка распределяться и не будет. Я сейчас не буду на этом заострять внимание, но такая ситуация у меня была вот, собственно говоря, у слушателей прямо на этой неделе. Мы как раз решали вопрос, как с этим побороться. Кроме того, вы узнаете, какие элементы безопасности работают на коммутаторах уровня 3. Вы узнаете, как порт коммутатора можно выводить из статуса Error Disable и по каким причинам он может переходить в статус Error Disable. Вы научитесь конфигурировать на коммутаторах специальные типа аксесс-листов, например, порт аксесс-листы. Вы научитесь бороться с переполнением каналов на коммутаторах, то есть включать механизм Storm Control. Научитесь включать механизмы А в том случае, если вы хотите обеспечить аутентификацию, авторизацию и аудит при удаленном доступе на коммутаторах. Механизмы IP DHCP Snooping научитесь конфигурировать для борьбы с ложными DHCP серверами. Научитесь конфигурировать динамик ARP Inspection, который позволяет вам бороться с атаками на ARP протокол для того, чтобы хакер не мог поставить себя в середине. Использовать атаку типа Man and Middle. Научитесь настраивать VLAN аксесс-листы, научитесь настраивать привод VLAN ну и научитесь настраивать привод VLAN Edge. Вот. Так. Ну и наконец, что вы узнаете из курса T-Shot? Что из себя представляет курс T-Shot? Курс T-Shot представляет из себя следующее. У вас будет пять схем лабораторных сетей. В каждой из этих схем имеется ряд проблем, которые связаны с конфигурациями разных протоколов. Соответственно, каждая из этих проблем может быть найдена с помощью стандартных инструментов, которые встроены в выпуск. Что это за инструменты? Pink, Trace, Killnet, команды Show и Debug. Вот. Соответственно, вам на практике придется все эти проблемы в течение этих пяти дней искать и устранять. Ну и вот эти пять схем я вам привел. Первая схема. Есть некая компания, которая называется Setnik. Вот. Соответственно, вы в этой компании должны научиться понимать проблемы, по которым некорректно функционирует трамковый канал. Описывать причины, по которым не работает трансляция адресов. Вот. Научиться интерпретировать статус интерфейса. Научиться описывать методы присвоения IPv6 адресов. Обнаруживать петли маршрутизации. Описать трехшаговое установление соединения по протоколу TCP. Выявлять причину, по которой интерфейс переходит в статус error disabled. Я говорил, это может быть несколько разных причин. Вот. Описывать и устранять проблемы в работе протокола DHCP. понимать, как работает passive интерфейс в различных протоколах маршрутизации. Ну и, наконец, описывать базовые принципы адресации протоколом IPv6. Соответственно, следующая схема, следующая компания, в ней вы будете изучать проблемы, возникающие в порт security, проблемы, возникающие в конфигурировании виланов. Вот. Возможные проблемы, возникающие при установлении соседских взаимоотношений по протоколу BGP, по протоколу SPF. Вот. Проблемы использования протоколов TELNET и SSH, проблемы HSRP, VRRP, IZERChannel, GLBP, DHCP, Snooping и, соответственно, научитесь обращаться в Technical Assistance Center компании Cisco Systems. Третья компания, это, соответственно, вот такая схема. Здесь у вас будут проблемы EIGRP, BGP фильтрация. Вот. Что из себя представляет транзитная область BGP, проблемы в работе протокола BGP, InterVLAN Routing, DNS, использование именованных EIGRP, использование EIGRP STAP. Вот. Ну и, собственно говоря, следующая компания, некий банк у вас будет. Тут вы будете работать с IPSLA, с RIP Next Generation, с аксесс-листами, с GRET-туннелями, с OSPF, с сервисами, с OSPF версии 3 и специальной области протокола OSPF. Вот. Следующая компания Radulka. Будете работать с Policy Based Routing, со Spamming 3 протоколом, с CDP, с LLDP, вот, с EIGRP для IPv6, с BGP для IPv6, ну и с OSPF версии 3. Ну вот, собственно говоря, на этом будем считать нашу презентацию как бы законченной, и пожалуйста, вопрос. Ну, тогда что, тогда на этом мы будем считать нашу работу законченной, и я с вами тогда прощаюсь. прощаюсь. Продолжение следует...